В Новосельгевском районе есть село Покровка, а в нем учреждение официально именуемое коррекционной школой-интернатом. По сути это детский дом, в нем воспитываются и обучаются сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Причем больше половины из них инвалиды. Детдом здесь существует уже более полувека. Учителя и ветераны помнят, как в 60-е годы они вместе с воспитанниками обустраивались на этом месте. Тогда не было бетонных мешалок. Строили кочегар, вот к детям местили бетон в корыте. Сами дети, да? Ну, с нами вместе, с нами вместе. Для подружек Наташи и Лены счастье в больших мягких игрушках. Это не значит, что дети в Покровском детдоме были и обделены ими. Просто таких огромных зверей не было. Потому восторгу нет предела. Нормально. Что больше всего понравилось? Вот эта комната. Игрушки. А вот чего у них точно не было, так это нормальных условий проживания. Несмотря на то, что в старом спальном корпусе недавно тоже проведен ремонт, директор детдома мягко отказывает в просьбе провести там съемку. Мол, на фоне новостроек он выглядит неважно. Совсем недавно на месте вот этой красивой аллеи было заросшее бурьяным и кустарником пространство. Вот этого нового спального корпуса не было вообще. Покровская школа-интернат была основана в 1960 году на базе областного культпросветучилища. В здании постройки, внимание, еще конца позапрошлого века. Вспоминали, как мы радовались, когда вот это здание покрасили краской. Она была в таком непроглядном состоянии, что, в общем-то, смотреть было страшно. Страшно было и перед Роспотребнадзором. Он прямо говорил, не проведете ремонт, закроем учреждение. Вопрос, куда отправлять детей, второй. В общем, решили, что надо и ремонтировать старое, и строить новое. Спальный корпус и спортзал. Деньги выделил губернатор, который вслед за детскими садами стал заниматься и детскими домами. В Оренбурге, в правительственном области, принята такая программа привести все детские дома в надлежащем состоянии. Мы сделаем все, чтобы в ближайшее время все детские дома были на самом высоком уровне. Я считаю, что так давно должно быть. У Покровского детдома есть шеф и не кто-нибудь, а прокуроры. Они десятки миллионов, конечно, добыть не смогли, но свой вклад внесли тоже. На однодневный заработок оборудовали кабинет психологической разгрузки. Да и следили за тем, чтобы бюджетные деньги на страну не ушли. Нет, это я вас уверяю, да, вопросов здесь не возникнет ни у кого. У нас тем более не возникает. В новом спальном корпусе есть медблок. Дети, которые здесь воспитываются, требуют повышенного внимания со стороны медиков. Во-первых, аппарат «Поток-1» – это глимонизация электрофорез. Введение лекарственного препарата, то есть не инъекционное, а через аппарат. Это УВЧ-80 и к нему приставка ИВТ, и это прогревание для детей. Губернатор не раз говорил и продолжает говорить. Лучше бы детских домов не было вообще, но если они есть, то должны быть на уровне. Стены мы возвели, домашнее тепло в них за вами, говорит он педагогам. Теперь надо сделать вот этот уголок, уют сюда внести, оформление. Это вот строительные дела сделаны. Теперь, скажем так, душевные должны быть. А Наташка и Ленка продолжают обниматься с новыми игрушками. Человеку, особенно ребенку, так мало нужно для полного счастья. Виталий Дерябин, Роман Боричев. Итоги недели.